Всем привет! Сегодня хочу показать маленькую заготовочку на несколько дней для нашей тайги. Мы сразу тайги сегодня в Меркурии закупили. Вот, отойди, Сашенька. Вот, тоже хочешь посмотреть? Ну смотри, закупили ей мясо. Это органы? Вот, да, это органы животных. О-о-о! Да, ну, отвратительно, ну а что собачка кушает? Это сердце, сердце коровы, вот это вот сердце коровы, это сердце коровы, это получается шея свиньи, вот это вот желудочки курицы, это тоже сердце коровы и горлышко свиньи. Вот, и мы это все варим. Получается здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь пакетиков у нас получается на четыре дня, потому что она у нас кушает два раза в день, утром и вечером. Вот, и обязательно нужно ей это давать все в отварном виде и добавлять к корму. Мы сейчас ей покупаем корм для собачек проблемных, у которых проблема с желудочно-кишечным трактом. Вот, раньше было время, мы покупали ей вольфсблюд, но на вольфсблюд у нее была такая реакция, понос, в общем-то, ну не подошел он нам, хотя корм хороший, очень дорогой, привозят его из Германии. Вот, и как только мы ее купили, мы давали ей рояль-конин, потому что хозяин кормил своих собак рояль-конином, но, опять же, она его плохо кушала. Ну, в общем-то, у нас, мы как только ее купили, нашу тайгу, у нас сразу выявились проблемы со здоровьем. Мы обязательно сделаем видео о том, что мы пережили, как мы лечились, как мы спасали нашу собачку. Вот, а пока, мист, хочу вот так вот показать нашу заготовку для собачек с проблемой желудочно-кишечного тракта. То есть, мы это все отвариваем, и мы это все добавляем в гастро-медицинский корм. Предварительно корм мы замачиваем водичкой, чтобы он полностью пропитался, был мягким, и потом на терочке или кусочками мелкими перетираем тайгушке это мясо. Мясо мы ей целиком не даем, потому что, опять же, мы не знаем, как может отреагировать кишечник ее, желудочно-кишечный тракт, и поэтому вот так вот мы уже приспособились. Обязательно, конечно, она кушает у нас яички, творог, морковку, брокли. Вот это вот она очень сильно любит. Творог она не ест, он ей не нравится, поэтому мы специально для нее делаем омлет. Омлет с яйцом и творогом. Вот так вот, тогда уже она кушает. Вот получается у нас меню на 4 дня. Но это не только то мясо, которое она кушает, мы ей раз в неделю обязательно покупаем печенку, говяжью печенку, свиную печенку мы не берем, потому что в ней очень много паразитов. Мы покупаем для нее куриные ножки, вот, отвариваем, отделяем, чтобы не было никаких косточек, костей мы ей не даем. Единственное, что мы покупаем говяжьи кости в магазине, отвариваем ей их и даем ей погрызть. Никакие вкусняшки магазинные она не кушает, потому что у нее, опять же, на все эти вкусняшки начинается такой жидкий очень стул. Ну, вот так вот. О проблеме со здоровьем мы расскажем обязательно вам как-нибудь в следующем видео. Ну, все. Всем всего хорошего. Пускай ваши собачки будут здоровы, не болеют. Здоровья вам и вашим питомцам. Всем до свидания. Всем всего доброго. Пока. Немножко забыла рассказать. Немножко сейчас маленькое дополнение. Значит, вот у нас уже, получается, все пакетики запакованы, отправятся в морозилку. Вот. И что хочу сказать. У нашей тайги вот такая-то особенность. Она не так, как другие собачки. Они кушают, они подметают все. И за несколько секунд буквально все сметают. У нас тайга, она подходит, она роется носом, она вынюхивает. Понравится ей, не понравится, она будет кушать. Если ей это не нравится, она кушать не будет. Она может не кушать день, она может не кушать два. Вот. Как-то мы тоже пробовали проэкспериментировать, будет она есть или не будет. И она не стала есть, в общем-то. И мы начали подбирать для нее, давать ей другое мясо для вкусности. Вот. То есть бывает такое, что день она это кушает, а на второй день она уже это кушать не будет. И поэтому мы уже знаем ее особенности. И мы каждый день даем ей новое меню. Ну, прям как в больнице, прям как на курорте. Ну, вот так вот. Такая вот у нас девочка тайга. Ну, а теперь все. Всем всего доброго. На этом все заканчиваю. Всем до свидания. Пока-пока.